А второй ствол, что бы страшнее. 21-2015-940. Главное, напугать врага сосиской. Гаубичная двустволка так озадачила супостата, что он проспал линейку уже созданных и запущенных в серию бронечудищ на базе Арматы. Только на подаде Победы будут задействованы несколько десятков машин разных модификаций, от тяжелых бронетранспортеров до собственной дюжины Армат. А сам раритет, кстати, выполнен на базе Т-90 и служил собственно, для обкатки нового орудия. При стандартном 6-дюймовом калибре длине ствола в 53-х калибра коалиция способна вести огонь активно-реактивными управляемыми снарядами на дальности до 70 км и при этом обеспечивать работу в режиме шквал огня, одновременное накрытие цели полудюжины последовательно запущенных из одного ствола снарядов. Именно это и породило мысль о задаче этих шпионов вторым стволом, типа так решается система ведения огня. Мультипл раунд симультэнерс импакт У коалиции имеется необитаемое боевое отделение, где смонтирован пневматический механизм заряжания, обеспечивающий высокий темп стрельбы. Кроме скорострельности самоходка способна бить на значительные расстояния, в том числе и управляемыми боеприпасами. Еще одной особенностью данной машины является расположение экипажа сокращенного состава в передней части корпуса, в изолированном отделении. По своей конструкции это отделение близко тому, что имеется на танке Т-14 «Армата». Правда, у танка механик-водитель находится слева, а в самоходке его поместили традиционно – в середину. Всю информацию командир и наводчик боевой машины получают на многофункциональные мониторы. Шасси – переделка Т-90, как база он ничем не хуже, а надела на их множество и в войсках еще долго будут ремкомплекты под два шасси. Собственно два С-35, готовая к параду победы, на фото ниже. Танки. Leave a comment, read comments. Двадцать семь. Двадцать семь.